Всем привет! Это новая подборка крутых вещей, от которых ты офигеешь! Это я тебе обещаю! Ну а тот, кто полностью посмотрит ролик, сможет поучаствовать в конкурсе и выиграть смартфон из этого выпуска абсолютно бесплатно. Погнали! Еще один фокус. Показываем зрителю полную бутылку с колой, вставляем в прозрачную подставку и пронизываем бутылку металлической пластиной. Затем сдвигаем две половинки бутылки в разные стороны. После этого возвращаем сдвинутую часть обратно и вынимаем пластину. Достаем бутылку и наливаем целый стакан напитка. Вопрос, как это возможно? Это мы узнаем чуть позже. А это у нас беспроводные наушники с дисплеем. Что могу сказать о данной модели? Звук мне нравится. Есть как низкие, так и высокие частоты. Imagine Dragons, к примеру, качает отлично. Один минус, у меня телефон порой не хочет их видеть, а вот у отца проблем этих нет. Есть в них один плюс, они все время светятся. Далее по минусу. Очень тугое оголовье весьма сильно давит на уши. Зарядки хватает часов на 8-10. Проигрывают флеш-карту, для нее есть отдельный слот. Есть радио, но я им не пользуюсь, сказать ничего поэтому не могу. У моего племяшки был день рождения, и он всегда мечтал о мотоцикле. Я, немного пораскинув мозгами, подумал, что лучше всего будет приобрести мини-питбайк. Ну и решили мы с моим двоюродным братом сложиться и купить пацану питбайк. Сначала мы как подопытные мыши испытали его на себе. Результат был ожидаемым. Ну то есть хорошим. Племяшка был безумно доволен такому подарку. Его друзья быстро прочухали ситуацию и примчались к нему с целью покататься. И в итоге племяшка свой подарок до вечера не видел. Ну ничего, еще накатается. А это блокираторы для дверей и выдвижных ящиков. Рано или поздно, когда малыш начинает исследовать всю квартиру, он добирается до выдвижных ящиков. И вот эти блокаторы не позволят ему их открыть. То есть ребенок ни специально, ни случайно не сможет открыть ни шкафчики, ни выдвижные ящики. Главное не открывать их при нем, потому что малыши быстро копируют поведение взрослых. Сам механизм элементарный, свою функцию выполняет идеально. Конечно, если дернуть, можно оторвать, но от ребенка защита хорошая. Доставка до Москвы как ракетой, очень быстро. Так, а этот товар просто бомба. Этот автомобиль напоминает настоящий гелик, разве что поменьше. Черный цвет, хромированные диски, красота. Он как гирлянда, светится почти все. Фары, дно, пол, колеса, панель приборов. Проходимость гелика – это отдельный разговор. Это реальный внедорожник. Грязь, бордюр и крутой подъем – это его стихия. Вот где ты получаешь настоящее удовольствие. Ехать по ровному асфальту на нем скучно. Почему? Почему в моем детстве у меня не было такой машинки? О, а это знатная убивалка времени. Магнитный планшет для рисования. Рисовать на нем проще простого. Подносишь ручку с магнитным наконечником к ячейке с шариком, и она его притягивает. А чтобы убрать шарик, на него нужно надавить пальцем. Конечно, в год ребенок не будет создавать шедевры на этом планшете. Он просто будет водить по нему ручкой, и шарики будут прилипать. Вот недавно ко мне приходил знакомый со своими детьми. Так они втроем минут на 30 залипли в планшет. Серег, если ты смотришь это видео, купи ты уже планшет своим детям. Хватит уже у меня зависать. А это крошечная модель двигателя V8, который при этом функционирует как полноценный движок. Объем мотора составляет 100 кубических сантиметров, а его мощность равна 10 лошадиным силам. Весит такое чудо 5 килограмм. Интересно, сможет ли кто-нибудь собрать под нее крошечный, но рабочий автомобиль. Обезьяний кулак. Пожалуй, самое древнее бюджетное и эффективное оружие самообороны, проверенное временем. В первую очередь это морской узел, сплетенный из обычной веревки с остальным шариком внутри, камешком или просто мешочком с песком. Получить таким подынь не думаю, никакому злоумышленнику не понравится. Хотя все-таки нужны некие навыки, а то есть шанс, что сам же этой игрушкой огребешь. Качество так себе, цена нормальная, а доставка быстрая. Во все времена факел олицетворял новую жизнь, поиск чего-либо. В компьютерной игре Minecraft факел можно создать самостоятельно и использовать, чтобы освещать себе путь и отпугивать мобов. Этот факел вряд ли кого-то напугает, но подсветит что-нибудь точно. А может даже и засветит, если потребует того ситуация. Ладно, шутки в сторону. Светит он не так ярко, как хотелось бы, но сойдет. Можно, кстати, поприкалываться и записать видюшку в стиле Minecraft в реальной жизни. Ё-моё, чуть не забыл про этот товар. Это у нас небольшая катушка Tesla. Она подключается через порт миди и играет музыку электрическими разрядами. Само устройство бывает разным, к примеру, которое в высоту около 25 см может выдавать молнии длиной до полуметра. Угадаешь песенку? Зрелище безумно красивое. Каждую секунду ты наблюдаешь за электрическими разрядами, которые к тому же издают музыкальный звук. Это просто не описать словами. Это нужно видеть. О, от этого товара я просто в шоке. Дело в том, что этот кошелек сделан в виде человеческого рта, у которого есть губы, зубы, язык и даже щетина, которая кажется побритой всего лишь несколько дней назад. Жуть! Чтобы положить деньги в кошелек, нужно открыть рот, зафиксировать в этом положении и потом закинуть туда монетку. В общем, это полный пиздец. А это настоящие средневековые доспехи. Полный комплект таких доспехов весит около 20 кг. Да один шлем только 3 кило весит. Очуметь. Про то, чтобы надеть это чудо, я вообще молчу. Полчаса нужно минимум, да и без помощника одному никак не справиться. А чтоб сходить в туалет, это вообще отдельная тема. И вообще, я уверен, что каждый из вас носил подобную броню. Вы же играете в MMORPG. Ну вот, считай, носили. А это у нас насадка для баллончика. Качество отлива местами хромает и в некоторых местах имеются зазоры между двумя половинками. Это ни на что не влияет, кроме как на визуальную грусть от качества исполнения. Но за 100 рублей пойдет. Крепление баллончика осуществляется с помощью скобы, которая зажимает кольцо и фиксирует его внутри насадки намертво. Самое главное в насадке это спусковой крючок с возможностью контролировать подачу краски. А это цифровой монокуляр ночного видения с пятикратным зумом и видеокамерой. Яркость подсветки дисплея и фонаря регулируется. Огромный плюс, что его можно использовать для съемки фото или видео. В комплекте, кстати, флешка на 8 гигов. Изображение четкое. Пока затестили в условиях города, были приятно шокированы качеством картинки. Изображение без тормозов. К качеству изготовления особых претензий нет. Единственное, что сразу бросилось в глаза, небольшие зазоры около блестящих вставок. Это радиоуправляемая машинка для дрифта. Вот почему в моем детстве таких игрушек не было? Мне бы комп не нужен был. Хотя у меня и компа в то время не было. Это почти настоящая машина, только уменьшенная в несколько тысяч раз. На ней колеса можно менять. Представляешь? Все управление осуществляется с помощью пульта, но непривычного нам джойстика. У него необычная конструкция, и сначала не совсем удобно, да и непонятно, как им пользоваться. Но стоит только приловчиться, и ты становишься королем дорог. А это гидрофобный песок. Это такая разновидность песка, который не намокает. То есть, когда ты его опускаешь в воду, он кажется тебе плотным, и можно даже скомкать его, но как только он выходит из воды, то сразу становится сыпучим, сухим. Вот и все волшебство. Самая сложность заключается в том, чтобы его потом собрать, так как он плавает на поверхности. Песок, конечно, интересен для проведения разных опытов, однако он чрезвычайно быстро надоедает. Заказов полно, всем нравится, но только не мне. Не так давно была выпущена новая линейка пиротехнических изделий «Файры цветной дым». Теперь для того, чтобы избавиться от неподходящего заднего фона, не нужно использовать фотошоп. Продолжительность горения одной порции 20-40 секунд. Этого будет достаточно, чтобы сделать 5-6 оригинальных фотографий, а если ты тщательно продумаешь все позы и движения, то и больше. Даже после полного сгорания вещества дым рассеивается еще несколько минут. Наверняка каждый из вас, когда был ребенком, пытался сам прорастить фасоль или горох. Чаще всего по школьному заданию, но иногда и по собственной инициативе. Думаю, ты помнишь, какое это было увлекательное занятие смотреть, как из круглой и сухой фасолины появляется живой зеленый росток. А теперь это занятие может стать еще интересней. Оказывается, с помощью лазера на растении можно сделать гравировку на этапе семени. И тогда оно прорастет с уже нанесенными надписями. Эти специальные семена вы можете приобрести на Алиэкспресс. А это у нас снежкобластер. Сверху у него есть специальная форма для изготовления шарика из снега. При нажатии на рычажок снежок вынимается. Затем снежок кладется в специальное ложе. Оно достаточно глубокое, чтобы снежный снаряд случайно не потерять. Заряжается при помощи натягивания резинки, а при отпускании выстреливает. Стреляет далеко, но не очень метко, поэтому прицеливаться им сложновато. Да и снег не всегда бывает подходящий для лепки снежков, нужен исключительно липкий снег, который бывает в оттепель. А это овощные часы. Товар идет быстро, за 10 дней. Упакован хорошо. Есть инструкция на английском, но по картинкам и так понятно, как собрать. Схема работает от всего. Яблоки, картошка, лимон и даже дрожжевой хлеб, но в муке и соли точно нет. Не разобрался пока, как часы выставить правильно, но главное сам эксперимент. Кнопки на часах работают плоховато, то не нажимаются, то при нажатии срабатывают очень много раз. Там, похоже, не кнопка, а просто металлическая пластинка. Итак, возвращаемся к нашему фокусу. Весь секрет в бутылке, она состоит из двух частей. Нижняя часть – это муляж, а в верхней части как раз и прячется наша кола. Я думаю, ты уловил суть этого фокуса. Хочешь выиграть смартфон Samsung Galaxy A80? Тогда принимай участие в конкурсе. С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет!